На очереди ЦТ по биологии. Оно состоится 4 июля в 11.00. Ну и пока у тебя есть время, давай повторим некоторые темы, которые могут встретиться в ЦТ. Смотри фрагменты седоговых занятий ЦТ 2019 с Марией Казаковой. Ну что ж, поехали! Значит, первый блок посвящен общей биологии, которую вы терпеть не можете. Первый странный вопрос, который встречался в дистанционном репетиционном тестировании, касался молекулярной массы полипептида. Расскажу, что нужно знать для того, чтобы решить это задание. Значит, это такая подтема, она называется «Полимерные молекулы». Там проходятся белки, углеводы, липиды и нуклеиновые кислоты. Мы начнем с самых главных – с белков. Полимерная молекула – это такая молекула, которая состоит из маленьких кирпичиков, из повторяющихся частей. Эти кирпичики называются мономеры. У каждой полимерной молекулы свои мономеры, но вот конкретно у белков мономерной молекулой является аминокислота. То есть аминокислоты соединяются, и получается большой пептид, он же белок. То есть пептид, белок, протеин. Значит, каждая аминокислота имеет две группы. Вот это аминогруппа, а вот это карбоксильная группа. Все, что вам нужно про это знать – это то, что две аминокислоты могут соединиться между собой, чтобы образовать белок. Но для того, чтобы это могло произойти, вот здесь должна отщепиться молекула воды. То есть здесь связи заняты, и чтобы здесь могла образоваться черточка, здесь должна уйти одна молекула воды. Итак, при образовании одной пептидной связи между двумя аминокислотами уходит одна молекула воды. То есть между двумя аминокислотами уходит одна вода. Между тремя аминокислотами – сколько уходит воды? Две. Между десятью аминокислотами уходит сколько воды? Девять на одну меньше. То есть вы должны всегда это держать в голове, что воды будет на одну меньше. А если миллион аминокислот? Миллион минус один. Это правильный ответ на этот вопрос. Да. В связи с этим был вот такой вопрос. Из пятей аминокислот был синтезирован полипептид. Средняя молекулярная масса каждой аминокислоты – 120. И спрашивают, какова масса полученного пептида? Напоминаю вам о том, что молекулярная масса одной молекулы воды – 18 грамм на моль. Я даю вам 20-секундную фору для того, чтобы уйти вперед и найти правильный ответ, если вы уже знаете. Но если вы не знаете, я сейчас по действиям покажу, как этот вопрос решается. Итак, первое интуитивно, что делают все, кто закончил шестой класс, если у них есть пять вещей по 120, они применяют силу умножения и пять умножают на 120. Итак, первое действие – пять умножить на 120. То есть у меня есть пять аминокислот, каждая весит 120, значит, пять умножить на 120. Получается 600. Но на этом, вот многие это забывают, многие думают, что это ответ. Ну, типа, что там пять аминокислот, я их там сложил, ну, вроде все получилось. Нет, значит, 600 – это не все. Столько весил бы белок, если бы ничего никуда не уходило. Но вы умные, и вы знаете, что для образования каждой из этих черточек уходит одна молекула воды. У вас здесь 5 аминокислот, значит, сколько воды ушло? Четыре. Вот здесь первая вода, вторая вода, третья вода, четвертая вода. Итак, вам нужно от этих 600 теперь отнять ту воду, которая ушла, исчезла, она не будет в составе белка. У вас ушло 4 воды. 4 на 18 сколько? 72. Спасибо, что подсказываете, я наизусть не помню все. Да, 72. Итак, у вас все аминокислоты 600, 72 грамма на моль воды ушло. Итак, масса полученного пептида – это 600 минус 72. Сколько получилось? 528. Похоже, это правильный ответ. Да, вода уходит, 72 ушло и 528 – это правильный ответ – это масса полученного пептида. Такая задача встречалась в 2014 году в ЦТ, ее долго-долго не было, и в этом ДРТ ее предложили. Это может быть намеком. 528. Итак, ну теперь вы проверяете сами, поняли ли вы, что произошло. Вот вам условия. Даю вам буквально одну минуту на то, чтобы найти правильный ответ. У вас такие лица, будто вы эту минуту уже потратили полчаса назад. Получилось? Итак, сколько получилось? Аудитория говорит 426. Онлайн. Надеюсь, вы написали что-нибудь. Я потом посмотрю, что вы там написали. Да, смотрите, получился правильный ответ – 426. Поздравляю с почином. Вы сможете решить одно задание. Вы молодцы. Ура! Думаем, теперь ты точно не сделаешь ошибок в заданиях на эту темы. Ну, а если ты хочешь провести больше времени с Марией, присоединяйся к итогому занятию по биологии. Оно пройдет 2 июля. Преподаватель поможет тебе заполнить все пробелы. Ну и, конечно же, ссылочка в описании.